С еще раз кем вы передвигались? С мамой. Еще кто с вами был? С мамой и с подругой мамой. А в курсе, что они получили тяжелые травмы, госпитализированные? Что? Не в курсе. То есть вам безразлично абсолютно? Нет, вы что? Эта авария произошла на Сарапульском тракте в начале августа. Водитель еще не знает, что через пару часов его мама от полученных по его же вине травм скончается в больнице. Число похожих аварий до 1 июля этого года росло с завидными темпами и только сейчас пошло на спад, констатируют в ГИБДД. Сегодня за повторное управление автомобилем в пианом виде можно получить реальный тюремный срок. Евгений за решеткой уже две недели. Получил я три года лишения прав и 300 часов отработки. Сколько уже отработали? Мне заменили вместо 300 часов 37 дней заключения. Вот посидел, подумал немножко, осознал, сделал для себя выводы, что больше такого не повторится с моей стороны. Бывают жертвы. Вот обедом я посидел, задумался немножко. Можно сказать, что Евгению повезло. Людей не калечил, ДТП не совершал. Оттого и строк небольшой. Но придется заплатить солидный штраф. С 1 июля под действием 264 статьи Уголовного кодекса только в Удмуртии уже попали свыше 600 водителей. Их число стремительно растет. Между тем, среди них довольно много успешных семейных людей с приличной работой. Конечно, сожалеют. И хотелось бы сказать, что осужденные именно по этой категории статей отличаются от остальных осужденных. Все, в принципе, образованные. То есть, могут себя повести правильно. И в отрицательную сторону сказать от администрации нечего. То есть, они работают, они выполняют все законные требования. Так получилось, совершили ошибку, за которую несут наказание, отбывают в местах лишения свободы. Аварии с участием пианых водителей сократилось примерно на 25%, констатировав ГИБДД по Удмуртии. Но впереди череда праздников. Новый год и Рождество. В ближайшие дни начнут многие организации корпоративные вечера предновогодние. Почему-то не все еще у нас избирают способ передвижения такси после таких мероприятий. Только за два выходных дня, за субботу и воскресенье, шесть человек были задержаны повторно. Это на территории города Ижевска. То есть, потенциальные кандидаты для привлечения к уголовной ответственности. И 110 человек было задержано в состоянии опьянения в целом по республике. Сочетание алкоголя и машины – убийственный дуэт. Об этом нужно помнить, садясь за руль. Инспекторы уверены, навести порядок и сократить число жертв пианых водителей помогут и скрытые патрули, которые начнут действовать на дорогах уже в следующем году. Роман Вагинов, Юрий Зелененький, телеканал «Моя Удмуртия».